Привет виноградари! Снова приветствую вас на своем канале. Только я записал видео о пасынковании, в котором упомянул о том, что пасынки бывают искусственно вызванные и самопроизвольные. И вот как раз я понял, что есть у меня видео о формировании виноградного куста, и оно очень хорошо перекликается. Вот вы видите кадр, это 1 июня. Здесь я вам показал, как я произвел чеканку для того, чтобы вызвать, как раз искусственно вызвать пасынки. Прошло 2 недели. Вот, кстати, побег без маленьких. Вот здесь можно увидеть, что там внизу, правда, растет еще один побег. Короче, это было 1 июня. Что мы видим на сегодняшний момент? Вот, правда, прошел дождь, замыл лунку, сразу пошли бурьяны, но это пока не сильно мешает. Что я вижу? Во-первых, на пасынках, которые я прищипывал на 2 листика, появились уже пасынки второго порядка. Во-вторых, вот на одном рукаве я уже вижу 2 пасынка, искусственно вызванные. Посмотрите, за 2 недели рост какой составил. Это будет будущий сучок замещения, это плодовая стрелка. Вот, так будет обрезан сучок замещения на 2 глазка, а плодовая стрелка будет длиннее, ну, возможно, 6-8 для начала глазков. Вот, точно так образовались 2 пасынка на другом рукаве. Нижний будет сучок замещения, верхний будет плодовая стрелка. И на третьем рукаве точно такая картина. 2 пасынка, искусственно вызванные. Посмотрите, какой у них уже хороший рост. А сейчас я покажу, внизу у основания этого куста находится побег безрастущей верхушки. На нем пасынки самопроизвольные. Так вот, хотя они начали развиваться гораздо раньше, рост у них намного меньше. В этом и есть отличие пасынков самопроизвольных и искусственно вызванных. Ну, вроде бы и рассказал о пасынках и похвалил сосонку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok